Шмах, Израэль, Адонарь, Эллоэйну, Адонарь, Хеха. Агитен Шаббас. Агитен Шаббас. Скажите, как-то необычно. Агитен Шаббас. А это то же самое, что Шаббат Шалом. Очень часто мы берем определенные вещи, к которым мы привыкли. И когда мы их как бы чуть-чуть с другой стороны смотрим, и мы не понимаем вообще, о чем ее речь. Шаббат Шалом – это еврит. Агитен Шаббас – это идыш. На том языке говорили евреи. И поэтому я желаю вам и Шаббат Шалом, и Агитен Шаббас. Давайте мы прославим нашего Господа и встанем перед Его лицом. И скажем... Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий нам свою Тору. Тот, кто избрал нас из всех народов, чтобы сделать свой народ. Тот, который умер за нас на Голгофском кресте. Тот, кто воскрес и подарил нам надежду в самом себе. Аминь. И недельная глава, это называется «Бешилах», «Когда отпустил». Это 16-й раздел Торы, 4-й раздел «Книги Шемот» или «Исход». Раздел у нас по первым, конечно, значимым словам текста «Ваихи бешилах паро эт хам». «И было, когда фараон отпустил народ». Содержи стихи из 13-й главы 17-й стих по 17-ю главу 14-й стих. Итак, я хочу вам заметить, что очень интересно, знаете, вот у Бога есть чувство юмора. Почему? Потому что некоторые моменты, которые мы смотрим в прошлом, они перекликаются в нашем настоящем. Мы смотрим в прошлом и смотрим сегодня. И если мы будем внимательны, мы увидим очень, ну, может, декорации поменяются, да? Тогда не было, как у нас сегодня, интернета, который сегодня почему-то пропал. Не было того, того, машин не было, но люди остались те же людьми. Итак, что мы видим? Мы видим, что фараон уже все, не может уже терпеть. Он говорит народу, выходите из Израиля, из Египта, выходите из Израиля, уже надоели вы, вы столько уже мне счастья принесли, что вся страна развалилась. Помните, да, были казни, вы помните, как Бог просто являл свою славу, являл свою победу над всякими лже-богами Египта. И в конечном итоге мы помним историю Песоха, и это еврейский, библейский Новый год, который происходил, это первый месяц, и календаря библейского. И что происходит дальше? И вот мы увидим, выходит народ. Народ идет и в пустыню. И вроде бы, кажется, на этом история должна быть закончена. На этом история должна быть прекращена. Израиль вышел и вошел в землю обетованную. Радуйся, да веселись. Но Бог знает человека, Бог знает каждого из нас. Он видит наши внутренние помышления, Он видит наши внутренние состояния, и Он понимает, что нам необходимо правильное состояние перед Ним. Смотрите, я хотел бы обратить ваше внимание в этой главе на историю с морем. Израиль подходит к морю. Помните, да? Знаменитая история, когда Маше протягивает свой жезл, да, протягивает посох, и что происходит? Море расступается. И народ идет по дну моря, как посоху идет, переходит на ту сторону. Фараон с войском устремляется вслед, и все, больше нет фараона. Помните эту знаменитую историю? И самое интересное, что если мы посмотрим, вот, например, смотрите, мы посмотрим, например, восьмой стих, он говорит о том, что уходили, да, а сыны Израиля уходили свободные и бесстрашные. Очень хорошо написано. То есть они уходили из Египта свободные и бесстрашные. Но когда наступил момент, они остановились возле этого моря, и они увидели сзади фараона, который достигал их, их бесстрашие куда-то улетучилось. Вам знакома эта ситуация в нашей жизни, когда мы вроде бы такие бесстрашные, такие умные, даем всем советы, рассказываем, как надо жить, а когда в нашу жизнь приходят трудности, мы начинаем смотреть по сторонам и очень часто на небо. Мне знакомо. Я понимаю, что, опять же, на этом месте стою, ну, это у меня в жизни так бывает. Слава Богу за вас. Значит, Израиль стоит возле этого Черного моря, или еще по-другому его называют Камышовым морем, стоит, и что происходит там? И там происходят очень интересные диалоги. И я советую вам читать первоисточник. Я советую вам читать, потому что все, что я говорю, это мой комментарий, то есть мое восприятие этой истории переомленное через меня, через мои какие-то знания, понимание, через мой опыт, через... Понимаете, да? Но я советую вам самим смотреть, чтобы Агит Иншаббас и Шаббат Шалом было равно, а не удивленный взгляд, что ты говоришь. Мы должны читать Писание. Писание необходимо для того, чтобы оно входило в нашу жизнь, чтобы оно растворялось верой в нашей жизни, и оно производило свои изменения. Так же самое, как произошло это в жизни Израиля. Израиль выходил свободным и бесстрашным, так написано. Но когда они пришли в определенное место, и Бог говорит, я пошлю за вами фараона, я его сердце ожесточу, он пойдет, но ты не бойся. Это будет для того, чтобы явить мою славу, потому что я Господь. Помните, я Господь, я тот, кто я буду для тебя в то время, когда я нужен буду, именно таким, каким я должен быть. То есть я Бог, который универсален, я Бог, который придет в любую ситуацию, таким, каким ты нуждаешься сегодня в этом. И вот Израиль стоит, и они говорят, Маше, Маше, ты зачем нас сюда привел? Что в Египте было мало могил? В Египте было мало места, где умереть? Это Израиль, который назван бесстрашным и сильным. Это Израиль, который видел великие знамения и чудеса Божьи, который пережил первый исход. Я говорю, сегодня это для нас. Почему? Потому что сегодня у нас пост. Кто помнит, что у нас вообще не пост? Кто помнит, зачем мы взяли этот пост? Помните? Сегодня у нас такая же ситуация. У нас впереди море, позади фараон. И мы стоим посередине. И нас ведет Бог. И мы говорим, Боже, неужели раньше было, что ты нас сюда привел? Раньше же было хорошо. Зачем нам вот эта головная боль? Или, как говорят, гембель? Это иидыш. Понимаете меня? И что мы видим? То есть, мой комментарий к чему? Я хочу, чтобы мы обратили внимание вот на такие простые мелочи. И Бог отвечает Моисею. Сейчас я зачитаю его слова. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись вперед». А ты подними еще раз. Представьте себе абсурдной ситуации. Скажи сынам, чтобы они двинулись вперед. Он еще не сказал, я море раздвину, а ты скажи, они пойдут вперед. Он говорит, пусть они идут вперед. Впереди море. Еще раз. Море. А ты подними посох свой и наведи руку свою на море. И рассеки его. То есть, кто рассеки? Ты рассеки его. И пройду сыны Израиля среди моря по суше. А я ожесточу сердце египтян, и они погонятся за ними. Представьте себе, Бог говорит, я сделаю так, и еще хуже сделаю. Я сделаю так, что они еще сильнее ожесточатся, и просто уже все, не буду ни о чем думать, идти за вами. Итак, И прославлюсь я, наказав фараона, и все войско его, колесницы его, и всадников его. И узнает египтяне, что я Бог, который, когда прославлюсь, я наказал фараона, и колесницы его, и всадников его. Помните, что говорил псалмопевец, да, Давид? Иные на что надеются? На колесницы, иные на коней, а я надеюсь на Господа. И вот этот момент, урок веры. Вы понимаете, очень легко говорить о вере, знаете, ну как, мы сидим и рассуждаем. Но когда мы попадаем в такие ситуации, когда впереди море, позади фараон, и Бог говорит, иди вперед, и ты понимаешь, что это невозможно, ты понимаешь, что это страшно, что ты не знаешь, что будет дальше, вот тут и включается настоящая вера. Доверие тому, кто говорит слово. Я скажу честно, я не всегда выдерживал эти экзамены. Очень легче договориться, легче повернуться и сказать, ну давай договоримся, легче убежать. Но вы знаете, что происходит дальше? Он говорит, а народ пусть молчит. Народ пусть молчит. Почему? Потому что, потому что все очень просто. Доверие или есть, или его нету. Нам нужно учиться доверять Богу. Не просто верить, знать, что Он есть, где-то происходят чудеса, кто-то творит чудеса. Вообще чудеса – интересный момент. Мир – это энтропия. Мы находимся в мире, который постоянно меняется, когда разрушается все вокруг нас. Но очень интересный момент. Очень интересный момент. Когда приходит Бог в вечности, меняется, вот эта энтропия останавливается, и вот это есть чудо. Произошло ли чудо мгновенно? Нет. Потому что написано, всю ночь Господь гнал ветер, и тогда море раступило, ну да, высохло и стало по левую и по правую сторону. Итак, очень интересная история. И народ Израиля что? Он перешел. Он перешел это море. Он вошел дальше. И дальше идет уже история 40 лет странствий по пустыне. Но сегодня я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на наше время. Мы сегодня стоим в том же положении. Впереди море, позади фараон. Впереди опасность, позади опасность. На кого мы будем сегодня уповать? Сегодня наш пост, это не против людей. Это пост для того, чтобы укрепить веру нашу. Чтобы сделать нас сильными там, где мы были слабыми. Потому что в слабости нашей что происходит? Является сила Божья. Поэтому все, что могу я сегодня вот в этот, это мой комментарий. Это просто комментарий на маленький кусочек Писания, на маленький кусочек Торы. И у каждого из вас может быть будет свое откровение на эту историю. Но я просто хочу вам сказать сегодня, что мы видим, что Бог был верен. Мы видим, что Бог совершил великое спасение Израиля. Мы видим, что его план, его действие, оно что? Оно осуществилось. И поэтому, если мы сегодня стоим вместе с вами в этом духовном проломе за то, чтобы Бог благословил Украину, за то, чтобы Бог благословил наш народ, Он благословил другие страны, Он благословил Россию, Израиль, все другие народы. Как вы думаете, ответит ли Бог на нашу молитву? Мы не просим у Него Бог дай нам миллиард долларов, чтобы мы имели наслаждение. Мы говорим, Боже, возьми нас, используй нас, чтобы Твой Божий мир, он был в этом мире, чтобы Твой Божий мир был в каждой стране. И Ишуа, он тоже, вот я уже завершаю, Ишуа говорил, он не предупреждал нас, он, помните, предупреждал своих учеников, он сказал, Иоанна 16 глава, 1-2 стих, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу». Поэтому, если сегодня вы видите, что вы верите в Бога, вы честные люди, вы стоите перед Ним, вы делаете так, как говорит ваш Творец, но в вашу жизнь приходят такие трудности, испытания, знаете, что враг, он будет выступать против вас. Почему? Потому что он ненавидит Бога, и он ненавидит то, что любит Бог. А Бог любит вас. Он умер за каждого из вас. Он отдал свою жизнь добровольно. Он умер, и он воскрес. И в этой воскресенье явлена надежда. Машиих Израиля пришел в погибающий мир, пришел к этому морю, чтобы с собой разделить его. Вот это хорошее послание, вот это мой комментарий. Может быть, я не разбирал сегодня, что значит, вот это слово, что значит, вот это слово, где я просто увидел вот эту простую, простую ниточку, когда он сказал, молчи, доверяй мне, доверяй мне, я сделаю то, что я обещал тебе, будь верен, и я буду верным. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, потому что начало главы, помните, как сказано? Он сказал, и было, когда отпустил фараон народ Израиля. И сегодня время, когда мы идем из Египта, из рабства в жизнь, в новую прекрасную жизнь. И во главе нас идет наш Машиих, который есть Спаситель. Амин. Спасибо большое. Аминь.